Всем привет, друзья! Вы с Аленой и сегодня мы с вами обсуждаем, почему нет денег. У кого-то есть деньги, у кого-то нет денег. И действительно, сегодня было несколько сессий о том, как заработать деньги. Почему у кого-то прям легко приходят деньги, а кому-то тяжело. И на этот вопрос можно действительно ответить несколькими моментами. Первый момент это, готов ли я к деньгам. Второй момент, умею ли я зарабатывать. У одних людей есть четкая охватка и понимание, что им нужно, для чего им нужно, куда они идут, что они создают и что они продают. Другие люди не имеют такой истории и такое ощущение, что... Ален, ну ты же объясняла о том, что важно то, важно сё, важно пятое, важно десятое, а мы делаем опять то же, что делали. И правда, вы делаете то же, что делаете, потому что вы не понимаете, куда вам двигаться, куда вам идти, что вам нужно, что вам интересно. И очень у многих падает гормон стресса из-за этого. Если падает гормон стресса, то, соответственно, человек начинает искать просто везде, искать, где он может захватить. Вот меня спросили, а занималась бы ты этим, если бы вообще ничего у тебя не было? Конечно, занималась, а есть люди, которые нет. Есть другой момент, когда, например, вы понимаете, что в жизни у вас офигеть, что меняется, и очень много всяких процессов происходит. И как бы заработать с нуля, и сразу на обучение, например, нет денег. Бывают такие моменты, и я могу сказать, что здесь мы с вами обращаем внимание на то, что бы вы делали, и какие у вас есть помощники. Есть люди, которые создают условно негативную ситуацию для себя же самих. Это когда я понимаю, что в моей жизни есть проблемы, я их не решаю, и пытаюсь просто отсиживать свое время. На работе, на учебе, в жизни, как будто бы что-то случится. Нифига не случится. Пока ты сам не поменяешь историю, в которой ты находишься, нифига не случится. Я тебе это, детка, обещаю. И еще один момент. Деньги не приходят абсолютно туда, где есть страхи и стрессы. Если это бесконечно идет в твоем потоке, то они либо приходят и так же быстро уходят. И для того, чтобы была история, которая закрывает тебя по деньгам, очень важно определиться для себя, что ты можешь делать для того, чтобы качество твоих услуг, качество твоего сервиса повысилось. И это не обязательно покупки новых курсов, каких-то обучений. Это нужно сесть и для себя прописать. Еще один момент. Нет денег, потому что ты не хочешь, действительно не хочешь подсознательно зарабатывать. Есть такие люди. И еще один момент. Не бывает денег у тех, кто постоянно чем-то болеет. И правда, когда с физикой большие проблемы, очень сложно зарабатывать деньги. Поэтому обращаем внимание на здоровье, на цели, на то, что ты чусь, для чего тебе деньги и чем ты бы хотел действительно заниматься дальше в жизни. Если понимаешь, что то, чем я зарабатываю и то, на чем я еду, то, на чем я иду, веду, это не получается, то я бы взял совершенно другую тему. И все. И берешь другую тему. И не страшно, не страшно. Страшно, когда у тебя нет подспорья, и ты в шоке. Ты в шоке от этой ситуации. И просто не понимаешь, куда бежать, за что хвататься. И еще один момент. Про нет денег это часто запрет на жизнь. Так же, как со здоровьем. Другого сказать не могу.